По информации областной госавтоинспекции, сегодня на Гомельщине зарегистрировано почти 515 тысяч личных автомашин. Причем только в прошлом году их количество выросло немногим менее чем на 2%. Как ожидается, до конца этого года техосмотр пройдут не более чем 100 тысяч авто. Реальную ситуацию на дорогах по большому счету не знает, наверное, никто. При подготовке этого материала наша съемочная группа посетила диагностическую станцию первого автопарка Гомель ОблАвтотранса. Если еще 4 года назад здесь ежемесячно проходили осмотр до 1600 машин, то сейчас около 700. За 10 месяцев этого года проверили почти 7700 машин Гомельчан и почти 7% из них оказались абсолютно непригодными к эксплуатации. Еще 12 на дороге можно было выпускать только после устранения недостатков. В которой старая машина есть, страдает и хромает тормозная система, но бывают рулевые наконечники, шаровые опоры, то же самое, то, что человек же сам не может проверить их, нужно ехать на станцию. Ну, здесь мы вот им показываем, что нужно менять. Естественно, получают они карты несоответствия. Проблема упорного нежелания водителей проходить техосмотр связана с привязкой к нему дорожного сбора. Выдаваемая на станции так называемая карта соответствия документом, по сути, не является. В течение 20 дней ее нужно обменять на талон. Но сделать это можно только в случае уплаты госпошлины за участие в дорожном движении. Водители экономят. А на дорогах уже авто явно не украшающие наши города. В последнее время больше и больше появляется у нас автомобили на дороге, которые ржавые, без каких-то элементов конструкции, бампера, привязанные на всякую веревку и так дальше. Я не так давно был в одной из стран соседних, в которой системы техосмотра нет. Так вот, видел автомобиль, фургон, в котором вместо задней двери использовалось быльце от кровати. Естественно, появление такого автомобиля на дороге престижа в стране не добавляет. Поэтому и задача, я считаю, гостехосмотра, системы техосмотра, чтобы не допустить этого. Исучение общественного мнения подтверждает, необходимость участия в софинансировании ремонта и строительства дорог особых споров не вызывает. Их вызывает сам механизм уплаты. С 2014 года у нас действует так называемый дорожный сбор. Однако люди считают, что характер его взимания не учитывает интенсивность использования транспортного средства, а значит и интенсивность эксплуатации дорог. Сегодня одинаково платит и тот, кто выезжает каждый день, и пенсионер, который раз в неделю ездит на дачу. И мы не учитываем тот факт, что у нас идет с самым, буквально с каждым днем увеличение электромобилей. А они не пользуются в данном случае никаким топливом. Поэтому сегодня нужно уже смотреть на перспективу и, соответственно, принимать такое решение, которое бы действительно было экономически выгодным для государства и абсолютно приемлемым для разных слоев населения. Вопросы взимания дорожного сбора Ирина Довгала на этой неделе обсуждала в Гомеле в программе «Открытая студия» на радио Гомель+. Сегодня предлагается несколько вариантов, однако практически каждый имеет свои минусы. Среди наиболее распространенных включить госпошлину в стоимость топлива. Однако это обязательно приведет к его удорожанию и раскрутке инфляционных процессов. Еще один вариант – вернуться к системе, которая существовала до 2014 года. То есть отменить дорожный сбор в принципе и финансировать ремонт дорог из госбюджета. Но эксперты отмечают, это не лучший вариант. Во-первых, если дорожный сбор лишится источника дохода в виде прямых платежей белорусов, средств на уход за трассой станет меньше. Во-вторых, при финансировании ремонта дорог из бюджета снова рождается социальная несправедливость. Получается, платить за это будут и те, кто на машинах не ездит. Если человек не ездит никуда определенный период времени или использует только в осенне-зимний период, то для чего ему платить за весь год? Поэтому вот сейчас как вариант рассматриваются условно на год, на 6 месяцев, на 3 месяца, на месяц. Но при этом, если ты на месяц берешь и будешь оплачивать, то здесь будет идти, на мой взгляд, это действительно разумный вариант для того, чтобы это было в тот день, когда ты оплачиваешь, до 25 мая, то до 25 июня ты спокойно ездишь, а не в календарный день с 1 до 31. Поэтому вот в данном случае мы стараемся моделировать ситуации так, чтобы это было для человека, соответственно, удобно. В базу будет внесена информация о том, что срок действия этого разрешения только на тот период, за который уплачена госпошлина. То есть, например, он на 3 месяца уплатил. И владелец эксплуатирует автомобиль. Про истечение этого срока он уплачивает ту сумму, которую он считает нужным, информирует нас любыми методами. Это и личный кабинет на нашем сайте, это и обращение к нашему инженеру на любую станцию. Мы вносим, опять же, в базу ту информацию, срок увеличим на ту сумму, которую он оплатил. И последнее. Контроль за оплатой дорожного сбора. Здесь тоже предлагается несколько вариантов. Однако, как уверены в Белтехосмотре, ничего нового изобретать не надо. Пожалуй, единственное, на что стоит обратить внимание, организация более тесного сотрудничества между этим предприятием и госавтоинспекцией. Сейчас ведутся работы о предоставлении информационного доступа в нашу базу для всех органов, это и госавтоинспекция, и налоговая, и юстиции. Вот у нас много запросов ведут от отделов принудительного исполнения наказания. И сотрудник ГАИ может обратиться в нашу базу прямо с автомобиля и уточнить, уплачена госпошлина, на какой период. Ну и, естественно, надо установить уже ответственность за отсутствие вот своевременной уплаты госпошлины. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Евгений Макеенко. Новости недели. Новости недели.